АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В Барнауле открыли первую площадку для занятий теннисом для инвалидов-колясочников. Дела огонь, но похвастаться нечем. Алтайский край накрыла череда пожаров. Так только в Славгороде за последние сутки случилось два возгорания. Минувшую ночь загорелось пустующее здание статтехникума напротив автовокзала, сообщили местные жители в соцсетях. Здание, включая крышу, горело открытым огнем. На месте работали пожарные. Еще одно возгорание произошло уже сегодня. Недалеко от жилых строений загорелась сухая трава. На видео заметно, как местные жители еще до приезда пожарных пытаются самостоятельно бороться за стихии. Накануне перепала и Барнауцин. 15 жильцов многоквартирного дома на Комсомольском 112 спасатели эвакуировали из-за пожара, который случился в одной из квартир на третьем этаже. Пламя рисковало перекинуться на квартиру этажом выше. Причина возгорания пока неизвестна. Звеном газоглымозащитной службы были спасены по лестничным маршам 14 человек. Из них четверо детей. Еще один человек был спасен при помощи автолестницы. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Благодаря оперативной работе бойцов пожарно-спасательного отряда, пожар был ликвидирован на ранней стадии. Огонь не успел спостраниться на значительную площадь. Стихия огня застала врасплох накануне жителей Камня на обид. Там загорелось местное кладбище. Местами пламя охватило деревянные кресты на захоронениях. Площадь пожаров достигла внушительных размеров. Сгорело порядка 300 квадратных метров сухой травы. Возгорание, по словам спасателей, повторяется и сегодня. В МЧС отмечают, что спасатели выезжают на каждый вызов и проводят учения сотрудников, в ходе которых последние знакомятся с новым оборудованием и техникой. Так обучение сегодня проводили на Михайловской лесопожарной станции. 40 автобусов и 12 трамвайных вагонов завтра будут бесплатно отвозить жителей Барнаула к пяти местным кладбищам – Новомихайловскому, Черницкому, Власихинскому, Ганьбинскому и Затонскому. Так в краевой столице организуют транспорт в родительский день. Для этого по поручению губернатора из городского бюджета дополнительно выделили почти полтора миллиона рублей. Бесплатные рейсы будут ходить с 7 до 18 часов без промежуточных остановок. Для тех, кто задержится на кладбищах допоздна, предусмотрят дежурные автобусы. На кладбищах должны дежурить народные дружинники и сотрудники полиции. Новую волну коронавируса пообещали россиянам в мае. Так, о первых случаях заражения очередным штаммом короны еще на прошлой неделе сообщила глава Федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Новый вид инфекции назвали Арктур в честь одной из самых ярких звезд. Свой путь штамм ведет из Индии, впрочем, как и Дельта, которая до сих пор считается самым опасным штаммом COVID-19. Насколько заразен Арктур, ждать ли новых ограничений в Алтайском крае, а также удалось ли остановить распространение другого вируса кори в нашем регионе, расскажем в сюжете. Арктур – подвид уже известного в России омикрона. В Индии в это время года фиксируют подъем вирусных инфекций, поэтому Арктур получил там распространение и болеют им сейчас наряду с ОРВИ. Случай заболеваемости уже регистрируют и в Америке, в странах Европы и Африки, добрался он и до России. Каких-то суперновых симптомов пока не определяется. Но единственное, пожалуй, на что делают акцент авторы, на то, что есть один из признаков, который не был характерен для других вариантов вируса, точнее симптомов, которые они определяли, это зудящий конъюнктивит. Ну а в целом симптомы для него, в общем-то, те же самые, это повышение температуры тела, слабость, ломота в теле, в суставах, боль в горле, першение в горле, заложенность носа, кашель. Зудящий конъюнктивит, по словам ученых, следствие присоединения аденовируса, которым сейчас тоже болеют в Индии. Отмечается, что Арктур еще более заразен, чем омикрон. Как покажет себя вирус в России, пока непонятно. У специалисты склоняются к тому, что следует ожидать подъема заболеваемости к традиционному сезонному периоду, к осени. Тут, конечно, для паники нет места, и уже история с ковидом, скорее всего, прошла свои пики. Валерий Шевченко надеется, что Арктур все же сойдет на нет, как и предыдущий штамм Кракен. Гораздо сложнее в России обстоят дела с другой инфекцией корь, выявили уже в 44 регионах. Но эпидемии в Роспотребнадзоре вспышку не называют. Медики, в том числе и в нашем регионе, активно занимаются так называемой дополнительной вакцинацией детей и взрослых, которые ранее не были привиты или имеют лишь одну прививку. Ну, во-первых, это отказники, да, то есть по какой-то причине они у нас откажутся. Сейчас мы отработали этих людей и максимально стараемся их привлечь, чтобы обеспечить иммунную прослойку достижения. Мы закупили в этом году 2000 доз вакцины против кори для взрослых. И сейчас идет активная вакцинация. Вакцины на данный момент достаточны и для детей. По словам врачей, вакцинация, по сути, единственный способ предотвратить распространение болезни. Поэтому, если вам позвонили из поликлиники и пригласили пройти вакцинацию, не стоит приглашение игнорировать. Кстати, по словам главного эпидемиолога края, у нас в регионе распространение кори удалось предотвратить. Было обнаружено 32 случая, сейчас корь медики не фиксируют. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Коммунальный мост в Бийске отремонтируют. На эти цели из бюджета края выделили почти 170 миллионов рублей. Проект важный и масштабный как для жителей города, так и для тех, кто едет транзитом по Чуйскому тракту, подчеркнул глава региона Виктор Томенко во время своего визита в Наукоград. Ход работ на переправе губернатор пообещал контролировать лично. Анара Шагирова подробнее. Главную речную переправу Бийска, коммунальный мост ждет обновления. Рабочие починят конструкции проезжей части и тротуары. Контактные сети отремонтируют трамвайные пути и ограждения. Накануне о том, как будут идти работы на объекте, рассказал глава Наукограда во время визита губернатора Виктора Томенко. Под мостом будет восстанавливаться защитный слой полностью, опор, арок и всего, что необходимо там сделать. Уже с 27 апреля на мосту будет организовано однополосное реверсивное дорожное движение. На въезде и выезде установят светофоры, для общественного транспорта по опыту Барнаула сделают выделенки. Чтобы избежать заторов, бийские автомобилисты и туристы, следующие в соседнюю республику, могут воспользоваться объездными путями. Однако терпеть неудобства придется всего несколько месяцев. Уже к сентябрю рабочие обещают закончить ремонт моста. А пока губернатор предложил установить на переправе камеру, чтобы жители, например, на сайте гороадминистрации могли наблюдать за ходом работ в режиме реального времени. Надо сделать так, чтобы люди, когда смотрят, мост уже закрылся, а вроде работ не видно, вызывает, естественно, такие волнения, недовольства. Вот мы видим это, например, в Барнауле, где путепровод через проспект Ленина сегодня делается. Такие моменты есть. Работы как будто не видно и кажется, что никого нет. Всего на ремонт объекта планируют затратить порядка 170 миллионов рублей. Ход работ губернатор пообещал контролировать лично и подчеркнул, это только малая часть тех дорог, что планируют построить и привести в нормативное состояние. Всего их 600 километров по краю в этом году. Анна Рашагирова, День с толком. Кариес молодеет и безжалостно разрушает даже молочные зубы, отмечают врачи. Сегодня, в День стоматолога, наша съемочная группа пообщалась с одним из детских врачей Барнаула и узнала, каково это лечить зубы самым маленьким и почему портятся зубы у малышей. Чуть пошире, мой хороший трой. В его руках даже великое ужасное сверло выглядит детской игрушкой. Стоматолог Александр Степанов развенчивает страхи маленьких пациентов. В его кабинете дети не боятся ни врача, ни инструментов. Чтобы не плакали от боли, ставит анестезию. Чтобы не боялись, разговаривает с малышами. Лечению детских зубов стоматолог посвятил больше 15 лет. Нравилась стоматология, видимо, с детства что-то было в этом. Улыбка всегда важна, поэтому хотелось делать и красивые улыбки детям прежде всего. Почему выбрали такое направление? Со взрослыми, наверное, попроще? Нет, скорее, наоборот, с детьми попроще. Дети, они благодарные пациенты, веселые. В знак благодарности рисунки сегодня картины юных пациентов украшают поликлинику. В регистратуре отмечают, что талоны к Александру Степанову долго не залеживаются. Талончики к нему утром расходятся очень быстро. То есть, он пользуется спросом. Прежде всего, спрашивать к Степанову, можно записаться? В день Александр Степанов принимает по 20-25 пациентов. Нагрузка колоссальная, признается доктор. В прошлом году отмечалось 30 лет нашей поликлиники. Как вы думаете, за 30 лет детское население увеличилось? Увеличилось. Детских поликлиник, стоматологических, ни одной не прибавилось. Соответственно, мы принимаем все это детское население тем же самым составом, который был примерно 30 лет назад. Сегодня Александр Степанов и его коллеги мечтают о более просторном помещении. Тогда станет больше и медиков. Проходимость пациентов увеличится. А это сейчас крайне важно, так как экология, которая в последнее время только ухудшается, разрушает зубки даже у самых маленьких пациентов. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Сразу несколько акций ко Дню Победы стартовали сегодня в России. В Барнауле на бульваре защитников Сталинграда и у танка Победы Т-34 ребята из поисковых отрядов раздавали георгиевские ленты и несли вахту памяти. В этом году акция «Георгиевская лента» исполняется 18 лет. С завтрашнего дня поисковики и студенты колледжей расширят список мест, где можно будет получить ленту. Это улицы Калинина и Профинтерна, нулевой километр. Всего планируют раздать 30 тысяч георгиевских лент. Будем раздавать до 9 мая с сегодняшнего дня, до 4 мая будем раздавать ежедневно. Будем раздавать около памятных мемориальных досок города Барнаула. Всего планируется порядка 20 таких досок охватить. Затем будет у нас организовано две крупные акции по раздаче георгиевских лент. Это прежде всего на праздничных мероприятиях и в общественном транспорте. Продолжится и акция вахта памяти. Почетный караул волонтеры будут нести у памятных мест. Активисты классического университета сегодня же присоединились к еще одной акции «Дорога к обелиску». В ее рамках в Барнауле планируют очистить и благоустроить захоронение участников Великой Отечественной. Между тем, в краевой столице готовятся к празднованию Дня Победы. Это кадры спасателей, которые оттачивают свой строевой шаг накануне участия в торжествах. 15 именитых спикеров, целый день полезной информации и судьбоносные встречи. Уже в этот четверг, 27 апреля, в Барнауле состоится масштабный бизнес-форум, который объединит предпринимательское сообщество Барнаула и всего Алтайского края. Программа мероприятия разнообразная. Посвящена маркетингу, IT-сфере, финансам, продажам и антикризисным мерам. Спикеры форума – успешные предприниматели. Они поделятся своим опытом и стратегиями развития в предпринимательстве. В этом году форум проводится в третий раз. У него есть своя определенная миссия. Тема этого форума звучит «Путь к мечте». Ведь именно мечта для предпринимателя является тем необуреваемым желанием двигаться вперед, ставить цель, развиваться, ну и получать результат. Мероприятие пройдет в концертном зале АГИК. Бизнес-форум заинтересует как уже состоявшихся бизнесменов, так и тех, кто только начинает покорять бизнес Олимп. Свыше 600 библиотек края приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Библионочь». Они приняли десятки тысяч гостей. В главной библиотеке региона имени Шишкова их встречали горные офицеры, пионерки и даже призраки. На необычный вечер заглянула наш корреспондент Данил Кузнецов. Барнаульский гусарский бал когда-то так и выглядел. Черные фраки, длинные пышные платья весом до 5 килограммов и, конечно, быстрая музыка. В «Библионочь» сказка про Золушку из книги перекочевала в реальность. Бал организовывали, опираясь на официальные исторические источники, а в них описаны не только танцы. Веселая игра про комплименты, потому что на самом деле в обыкновенной жизни мы не так часто говорим комплименты друг к другу. Но сейчас у нас есть возможность посмотреть на свою даму, сказать ей что-то приятное. В другом конце Шишковки учили перевоплощаться уже не в гусар, а в библиотекарей. Здесь можно было составить книжное описание согласно образцу, выслушать заумные шутки и освоить особый почерк. А это у вас пошло сюда, у вас должно быть вот так. А тут не четыре, а тут больше. Манера письма библиотекарей всего мира одинаковая. В ее основе лежит телеграфный почерк Эдисона. Почерк библиотечный отличается чем? Тем, что он простой, он прямой, в нем нет никаких вычурностей. И все размечено. То есть то, что приятно, то, что глаз лучше воспринимает, в библиотечном почерке это как раз и отражено. А тех, кто предпочитает не писать, а читать, провели по архивам Краевой библиотеки. Сейчас я на экскурсии по книгохранилищу. Тут действительно, мне кажется, тысячи, если не десятки тысяч книг. И такая немного зловещая атмосфера. Такое чувство, будто где-то тут бродит призрак. История Шишковки началась 135 лет назад. За эти годы библиотека пережила революционные погромы горожан, стала одним из центров исторических архивов об Алтае и собрала внушительную коллекцию необычных книг. Это тканевый переплет. Московской шелконабивной фабрикой сделан переплет. Даже вот прикоснуться его почувствуете. Как раз такие экземпляры по легенде охраняет дух горного инженера. Появился я давно в позапрошлом веке И уже как полста лет Я в библиотеке Не обошлось так же без гаданий, поэтических вечеров и лекций. Всего более 30 активностей для любителей литературы. Библия ночь прошла не скучно. Мы должны вытягивать карточки, так чтобы они совпали. Если не совпали, то нужно запоминать, чтобы вытянуть потом. Если мы угадывали, значит сотрудник библиотеки рассказывал нам, что на этой карточке, какой человек, какое здание. Было очень интересно, спасибо большое. Также были традиционные ярмарки и даже благотворительная акция. Книга в дар. Своё издание отдай библиотеке мог любой. Желающих набралось много. И фонды главного книгохранилища края в библия ночь пополнились и ещё больше. Данил Кузнецов. День с толком. Инвалиды-колясочники смогут бесплатно заниматься теннисом. В Барнауле для таких тренировок открылась специальная площадка. Подобных в регионе нет. Об этом подробнее далее. Довольно часто смотрю по телевизору, если кто-то играет. То есть знаю каких-то довольно известных теннисистов. Там Роджер Федерер или Данил Медведев. Раньше Александр и подумать не мог, что когда-нибудь на личном опыте узнает, каково это выйти на корт. Однако сейчас у него, как и у остальных колясочников, первое занятие. Приехать на тренировку его побудила не только любовь к теннису. По большей части именно социализация. Потому что, ну скажем так, выходов в свет у нас немного. У нашей категории людей какие-то мероприятия. Это как раз повод проветриться, прогуляться, с кем-то познакомиться, с новыми людьми. Но прежде чем браться за ракетку, нужно разогреть мышцы. Упражнения те же, что и у обычных спортсменов. Сам теннис на колясках тоже мало чем отличается от стандартного. Разница в правилах игры минимальная. Допускается вместо одного касания, два касания мяча допустим. И все остальные правила все те же, что и в большом теннисе для обычных людей. Такое правило необходимо, чтобы колясочник мог успеть доехать до мяча. Поэтому так ведем и проводим. Мяч улетел, а ракетка вот сюда ведется, вот так заканчивает плавно. Пока набрали одну группу. Всего 8 человек. От 6 до 35 лет. Но в будущем, если найдутся желающие, сформируют еще несколько. Мы проводим им тестирование по нашим нормативам и дальше уже выявляем способности участника. Либо это для него будет реабилитация, либо он сможет развиваться в дальнейшем спорте. И мы формируем дополнительные спортивные группы, добавляем часы, и где ребята уже более плотно занимаются спортивной подготовкой. Бесплатные уроки стали возможными в рамках всероссийского проекта «Пара теннис РФ». Благодаря ему в Алтайском крае на базе классического университета открыли первую площадку для тренировок инвалидов-колясочников. Вторая, скорее всего, появится в Бийске. Дальше в других районах. Уже через несколько месяцев спортсмены смогут принять участие в своих первых соревнованиях по теннису на колясках. А пока что тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...